Известный олимпийский принцип Пьера де Губертена «главная не победа, а участие» весьма подходит российской либеральной оппозиции. На протяжении многих лет целого ряда избирательных циклов мы слышим одни и те же мантры о важности демонстрации своей гражданской позиции, о возможности озвучить во время кампании свои идеи, сдвинуть хотя бы на миллиметр общественное сознание и т.д. и т.п. По большому счету, давно никто уже не спорит с тем фактом, что результат путинских выборов заранее предрешен, и в принципе власть на них смениться не может. Однако вновь и вновь проверенные кадры из либеральной обоймы продолжают выискивать аргументы, призванные подтолкнуть как можно больше людей к участию в кремлевском полагане под названием «выборы». Не стало исключением и текущая пиар-компания, в силу инерции называемая «избирательной», развивающаяся по абсолютным контролям власти, по прописанному же властью сценариям. Впрочем, это вовсе не смущает комментаторов, озвучивающих на площадках «Эхо Москвы и Дождя» призывы принять участие в договорном матче с заранее известным результатом. Вопрос о смене режима ими, разумеется, даже не ставится. Многочисленные поражения никого не смущают. Сформировавшаяся с годами психологическая ущербность второго эшелона привела к тому, что сам факт допуска к участию в электоральной спецоперации в качестве массовки преподносится в духе лозунга любительских команд. Наш финал – это полуфинал. И это предоставляется как чуть ли не победа. Мы неоднократно имели возможность убедиться, что главным страхом Кремля является переход оппозиционной активности в неконтролируемое русло, в том числе в русло массовых уличных протестов, свидетельством чему стала нервная реакция властей на протестные акции весны-лето этого года. В этих условиях согласие оппозиции вновь играть по правилам, установленным властью, является абсолютно контрпродуктивным. Сложившаяся на сегодня в России персоналистская диктатура фашистского типа является в том числе прямым результатом подобных уступок со стороны оппозиции в прошлом. Путинский режим имеет на сегодняшний день ощутимые проблемы с легитимностью. Косвенным признаком этих проблем является нарастающий уровень репрессий, представляющих собой попытку компенсировать нехватку легитимности при помощи силового подавления недовольных. Любые попытки участия в выборах в кавычках таким образом будут представлять собой добровольную помощь оппозиции режиму по решению этой самой проблемы легитимности. Байкот же, напротив, будет работать на усугубление этой проблемы. Стоит также вспомнить, что электоральный цикл 2011-2012 годов был своего рода экспериментом, результаты которого мы можем сегодня проанализировать. Тогда Алексей Навальный, призывая голосовать за любую партию, кроме «Единой России», обосновал это возможностью подтолкнуть системные партии в сторону радикализации. Как нам теперь известно, эти партии не только не радикализировались, но и, напротив, всемерно поддерживают политику Кремля. А показная либерализация, предпринятая властями на фоне протестов, обернулась болотным делом и полной зачисткой политического пространства в России. Было бы крайней степенью политической наивности повторять те же самые действия вновь, надеясь на этот раз получить другой результат. Строго говоря, позиции сторонников Навального и сегодня являются не вполне последовательной. Поскольку переход к тактике бойкота они ставят в зависимости от отказа Навальному в регистрации, необходимо отдавать себе отчет в том, что неизбежный недопуск Навального будет далеко не единственным и даже не первым в ряду факторов, но позволяющих считать предстоящие выборы в кавычках настоящими выборами. Тем не менее, само по себе решение о бойкоте, чем бы оно ни было вызванным, можно будет только приветствовать. Политика – это не Олимпийские игры, поэтому участие в псевдовыборах без шансов на победу лишь способствует распространению чувства безысходности в обществе и отдаляет тот день, когда Россия станет, наконец, свободной страной. Гарри Каспаров